Добрый день, меня зовут Ирина Ишкова, я занимаюсь рекламой, у меня небольшое рекламное агентство, называется Индиго. Я сделала перманентный макияж брови, губы и межресничку. Брови делала год назад, прошел почти год, губы полгода назад и межресничку тоже почти полгода назад. Очень много лет я не решалась на данные процедуры. Перманентный макияж вызывал во мне очень долго страх, было много опасений. Больше всего я боялась того, что это будет больно. Все мои знакомые, которые ходили на данную процедуру, рассказывали о том, что это было невыносимо больно, и у меня долго был этот страх. По факту оказалось, я была сильно удивлена, когда я на процедуре заснула. И так несколько раз я поняла, что не надо верить чьим-то рассказам, нужно делать свой собственный вывод. Второе мое опасение было, наверное, еще более сильное. Это слишком неестественный внешний вид, слишком контрастный. Когда я видела девушек с черными бровями и с какими-то нереально красными губами. И причем они все выглядели одинаково, стоит несколько человек рядом, и они все одинаковы. То есть не сохраняется индивидуальность, она не подчеркивается. Она убивается этим перманентным макияжем, и это тоже меня много лет останавливало. С годами черты лица ярче не становятся, это факт. Поэтому, когда, допустим, мне в 20 лет говорили соседи Ира, зачем ты красишь свои брови, я не могла понять, о чем речь. Я ничего не крашу, они у меня и так сами ярко-черные. Сейчас ситуация, скажем так, немножко изменилась, и поэтому подкрашивать я не из тех, к сожалению, женщин, которые каждое утро встают и начинают красить себе брови, для того, чтобы они придали правильные черты лица. Но вот у меня нет такого уровня сознательности, поэтому для меня перманентный макияж действительно выход из ситуации, чтобы выглядеть хорошо и не тратить каждый день кучу времени. И опять же, это же начинается, ой, там чуть-чуть не получилось, там размазалось, не тот оттенок. А так ты просто умылся и все, и идешь на работу и знаешь, что все хорошо. У меня посещение первый раз в вашей клинике вызвало именно вот такое чувство, как будто бы я побыла в каком-то очень-очень комфортном заведении, где как будто бы тебя везде окружают друзья. То есть вот такой был гостеприимный прием, причем это было очень не то, что там натурально и естественно, было понятно, что действительно люди так живут. Поэтому и обстановка в клинике очень гостеприимная и душевная. Это отражается вот во многих мелких деталях, во многих мелочах. То есть когда ты поднимаешься, там диванчики такие уютные, красивые, брендированные, мелочи приятные. Потом садишься 5 минут подождать, когда мастер закончит процедуру, тебе предлагают кофе и приносят не просто кофе, а там с какой-то конфеткой. И вроде бы мелочь, но тоже ты понимаешь, что о тебе подумали, о тебе позаботились. Для меня вот, например, ценно, да, когда мастер говорит, Ир, посмотри, вот я при тебе открываю иглу, что я ее не использовала раньше. Ир, посмотри, вот я при тебе готовлю к процедуре, делаю то-то, то-то. В твоем присутствии ты это видишь. Такое очень внимательное, заботливое отношение, это важно, я считаю. Из-за того, что я очень сильно переживала, будет ли это выглядеть естественно или будет это выглядеть ненатурально, я мастера замучила. За каждый там миллиметр, вот подправь мне, пожалуйста, вот так, только смотри, чтобы это было не ярко, чтобы это было максимально натурально. И цвет, вот, пожалуйста, мне подберите вот такой, растушевку вот такую. И в итоге мне уже мастер, после того, как я ее, ну, минимум, наверное, минут 40 мучила вопросами и уточнениями, она говорит, ну, вот доверься мне, просто поверь, все будет хорошо. И когда я уже увидела результат по губам, через, когда сошли все эти корочки, когда я увидела спустя неделю после того, когда корочки сошли, я поняла уже, какой цвет, какой результат. Поэтому на брови я шла, я говорю, я уже так не переживала за брови, уже я поняла, что достаточно довериться хорошему мастеру и результат для меня был лучше, чем я предполагала. На сегодняшний день я для себя поняла, что, во-первых, я зря потеряла столько много времени, несколько лет на страхе и переживания, нужно было решиться на это раньше. Это первое. Второе, это то, что желательно все-таки понимать, какой ты хочешь результат, чтобы быстро с мастером проговорить. Вот в этом плане очень хорошо, что в студии лежат образцы, есть вот там 2-3-5 вариантов, да, что у тебя может быть растушевка вот такая или форма вот такая. И ты понимаешь, что вот это тебе близко, а это однозначно нет, так я не хочу. И мастеру показываешь и говоришь, вот мне вот так нравится. Я думала, что вот тот внешний вид, который у меня после первой процедуры на лице, какой я себя увидела в первый день и на следующий день после процедуры, я думала, что у меня вот так и будет. Я начала звонить и писать мастеру и говорить, о боже, мне нужна будет коррекция, такие огромные черные брови, я не смогу выйти на улицу в таком виде, что как жить дальше. На что мне мастер сказала, Ира, поверь мне, все будет по-другому, вот тебе просто нужно пережить несколько дней, вот через несколько дней, там буквально 5-7 или 10 дней, будет потом все выглядеть совершенно иначе. Потому что когда я проснулась в первый день, я увидела огромные черные брови, которые очень сильно выходили по контуру, как в длину, так и в высоту. Это был такой прям мощный черный контрастный цвет, и я представила, что я выйду так на улицу, и я была в ужасе. Но в итоге, когда через несколько дней отшелушились вот эти так называемые корочки, все стало намного спокойнее, светлее, естественно. То есть даже край, он был уже не такой контрастный, то есть более яркий цвет остался в середине, под волосками, а вверх-вниз он уже был не яркий, не контрастный. Ну, в общем, все стало прекрасно, естественно, так, как я и предполагала изначально. А первый, да, первый день у меня был шок, я думала, что какой кошмар, неужели я теперь буду с такими огромными черными бровями. После второй процедуры у меня уже корочек, в принципе, не было ни на бровях, ни на губах. Я не знаю, хорошо это или плохо, как должно быть. Это было больше похоже на какую-то легкую шероховатость. То есть я их вообще, в принципе, после второй процедуры, я их, можно сказать, вообще уже не заметила. Расскажу сейчас честно о том, что я не ответственный человек в таких вопросах. То есть было мастером сказано, и в инструкции, в которой выдается памятка после процедуры, было написано, что делать можно, что делать нельзя. Но все, что было делать нельзя, я, конечно же, сделала. То есть до процедуры нужно пропить противогерпесные и не принимать кофе. Я все, что нельзя было сделать, я это сделала. Слава богу, никакого герпеса у меня не было, все хорошо. Нельзя после того, как брови сделали первую-вторую процедуру, неделю нельзя мочить. Я периодически об этом забывала, я все равно мочила. Но тем не менее, в итоге все прекрасно, даже несмотря на все мои многочисленные отступления и нарушения правил. Коррекция была такая незначительная. То есть у меня с первого раза все хорошо, очень легло, ровно. Я хочу подвести итог своего длинного рассказа. Это не больно, это не страшно. Однозначно увеличивается чувство уверенности в себе, потому что ты всегда в любой ситуации хорошо выглядишь. Меньше, скажем так, необходимости контролить. А я накрасила губы? А как бы мне сейчас в этой ситуации сбежать, чтобы подкрасить губы? Потому что у меня важный разговор, а я тут во время, в ресторане во время разговора уже всю помаду съела. Уходит вот эта необходимость контролировать ситуацию. Уходит комплекс на тему того, что, о боже, я не подкрасилась, а у меня я сейчас бледная, и все печально. Нравится то, что все естественно. У меня впервые за много лет губы зимой не обветривались, потому что у меня достаточно было бальзама или гигиенической помады. Поэтому у меня впервые за несколько лет губы зимой были в хорошем состоянии. Я бы посоветовала не бояться, не терять огромное количество времени на размышления, думая о том, что больно это или не больно, страшно или не страшно, дорого это или не дорого, а получить свой собственный опыт и понять, подходит тебе это или нет. Я лично для себя сделала вывод, что я постоянный клиент, для меня это теперь нужно будет постоянно, и жалею о том, что я не решилась на это раньше.